Нужно выучить английский язык? Теперь для этого даже не надо выходить из дома. Ты можешь учить язык онлайн с персональным педагогом, общаясь на интересные тебе темы и выучивая только то, что тебе нужно. Можешь готовиться к экзаменам или учить английский для путешествий, собеседования и переезда в другую страну. Вместе со Skyeng это можно делать в любом месте в любое время. Первое занятие бесплатно, а по промокоду Alex еще два урока в подарок. В физике все завязано на движении объектов. Как двигаются планеты, звезды, электроны и протоны. Как движение молекул приводит к появлению такого свойства, как температура и так далее. Роль относительности в физике. Изучай то, как это движение выглядит с разных точек отсчета. Здесь я использую относительность в ее общем понимании, то есть с любой возможной точки отсчета. Движущейся, ускоряющейся или замедляющейся. Специальную относительность. Заботит то, как движение выглядит из ограниченного, специального, особого набора перспектив. О чем мы поговорим позже. В любом случае, относительность рассматривает то, как движение выглядит с разных перспектив. Так, если бы вы посмотрели на Луну и Землю, в зависимости от того, где вы находитесь и как двигаетесь, может показаться, что либо Луна двигается вокруг Земли, либо движется туда-обратно по прямой, либо, что Земля и Луна вместе летят по спирали в пространстве. Но если движения Земли и Луны могут быть описаны столь разными образами, что из всего этого, мы можем понять об их движении. Является ли один из них правильным, а другие неправильными? Есть ли какая-то предпочтительная перспектива, с которой нужно рассматривать Землю с Луной, которая ближе всего к правде происходящего? Задача относительности – отвечать на такие вопросы. На деле, ее можно резюмировать двумя базовыми идеями. Во-первых, понять, как выглядят объекты и их движение с разных точек зрения. Во-вторых, обозначить, какие характеристики объектов и их движения не выглядят иначе с разных точек зрения. Мы уже привели пример первой идеи, когда показали, как движение Земли и Луны может выглядеть иначе с разных точек зрения. Но вот вторая идея – поиск того, что не отличается с разных перспектив, немного сложнее. В примере с Землей и Луной, эти три перспективы кажутся довольно разными. Но через какое-то время вы можете заметить, что независимо от перспективы, максимальное физическое расстояние между Землей и Луной, как кажется, остается постоянным. Так что вы можете сказать, что нашли что-то, что не зависит от точки зрения. Возможно, это фундаментальная характеристика системы Земля-Луна, а не просто особенность моей точки зрения. И именно поэтому относительность столь важна в физике, изучая, что изменяется в физической системе, а что нет. Когда вы меняете точку зрения, вы буквально смотрите на абсолютную истину. Факты, остающиеся правдой, со множества перспектив по всей Вселенной, как, например, то, что расстояние между Землей и Луной 384 399 километров – факт более универсальный, чем тот, который является правдой только в определенном месте и времени. Как, например, что угол между Землей и Луной равен 150 градусам. Относительность – это способ мышления, помогающий вам определить, насколько универсальна та или иная правда. Хорошо, хватит философствовать. Чтобы сделать все это наглядным, нам необходим точный способ описания движущихся объектов и описания изменения этого движения при смене точки зрения. В конечном итоге, мы доберемся до специальной относительности, где речь пойдет о движении во времени. Но мы начнем не с движущихся объектов, чтобы осознать, насколько интуитивно понятной может быть относительность. Скорее всего, вы умеете обозначать позицию кота, используя координаты x и y. Этот код в трех пунктах вправо от точки отсчета и в двух пунктах вверх от нее. Поэтому он на позиции x равно 3 и y равно 2, что зачастую записывают просто как 3,2. Но 3,2 – это не универсальная истина. Оно основывается на том, где я стою, и на моей ориентации в пространстве. Но там, где находитесь вы, возможно, вы повернуты на 30 градусов. И ваши пункты отсчета ближе друг к другу. И вот, код уже на другой позиции. x равно 9 и y равно 9, несмотря на то, что код не двигался. На самом деле, возможно обозначить позицию кота, используя какие угодно значения x и y в зависимости от нашей точки отсчета, которая математически отвечает тому, где мы разместим наши оси, как они повернуты и каков размер пунктов отсчета. Поэтому, очевидно, что обозначения позиции чего-либо не являются универсальной истиной, или позиция относительно. Более универсальную или абсолютную истину можно найти, если у вас есть два кота. Скажем, что они находятся на x равно 0, y равно 0, x равно 5, y равно 0. Сейчас я не буду рисовать человека на точке отсчета, но вам стоит понимать, что нарисованные оси определяют определенную перспективу и ориентацию, от которой мы все измеряем. Расстояние между этими двумя котами, очевидно, равно 5. Их значение y одинаковое, а разница между x равна 5. Если мы сейчас сдвинем и повернем нашу точку отсчета, коты будут на позициях x равно 1, y равно 1, и x равно 5, y 4. Так что расстояние между ними по оси x равно 4, и 3 по оси y. Но расстояние между котами, которое мы можем измерить, используя теорему Пифагора, равно квадрату 4 плюс квадрат 3, что дает нам 25, и его квадратный корень 5. То есть, то же самое расстояние, что из изначальной точки отсчета. Как оказывается, эта универсальная истина, расстояние между объектами, не изменяется, когда вы меняете свою точку отсчета, или ориентацию в пространстве. Мне нравится думать об этом таким образом. Если я беру листок бумаги и двигаю или поворачиваю его, я ничего на нем не меняю, или расстояние абсолютный. Геометрическая интуиция здесь такова, что вы можете двигать свою точку отсчета и вращать оси, не влияя на расстояние между двумя объектами. Если хотите, мы можем сделать это математически точно, назвав оригинальные координаты x и y, а новые x новый и y новый. Затем, передвинув оси x на значение дельта x, мы будем говорить, что x новый равен x минус дельта x. И когда мы перемещаем ось y на значение дельта y, мы скажем, что новый y равен y минус дельта y. Минус здесь потому, что если вы продвигаете свою точку отсчета ближе к чему-то, то новые координаты x и y уменьшаются. Изменение ориентации чуть-чуть сложнее, но это всего лишь немного линейной алгебры. Если вы переориентируете оси x и y против часовой стрелки на угол тета, новые координаты будут выглядеть как новый x равно x умножить на косинус тета минус y умножить на синус тета. И новый y равен y на косинус тета плюс x на синус тета. И если вы хотите занимательное упражнение в алгебре, вы можете использовать эти уравнения или даже их 3D-аналоги, чтобы проверить, что действительное расстояние между двумя точками не изменяется, когда вы двигаете или вращаете оси координат. Но все эти детали только мешают осознать простоту происходящего. Важная геометрическая идея, которую вы должны запомнить, это то, что вращение или движение осей координат не влияет на расстояние между двумя точками. Но оно может измениться, если мы поменяем расстояние между пунктами отсчета. Если, когда мы изменяем наши оси координат, мы также удваиваем количество пунктов, то расстояние между котами будет равно 10, а не 5. Как оказывается, расстояние, измеренное числами, не такое уж универсальное. Но есть более универсальная истина. Предположим, что у нас есть палка длиной в один пункт, согласно изначальным осям. Ее можно назвать палкой метром. И теперь мы можем сказать, что расстояние между котами равно 5 палкам. Теперь, когда мы снова передвинем и повернем наши оси, а также изменим расстояние между пунктами, между котами снова будет 10 пунктов. Но и длина палки теперь равна 2 пунктам. Так что расстояние между котами – все еще 5 палок. Это пример еще более общей физической истины. Расстояние между двумя объектами, измеренное при помощи другого физического объекта, не изменяется при изменении перспективы, при помощи ее передвижения, вращения или изменения расстояния между пунктами на ней. В терминах относительности мы скажем, «Отношение двух расстояний – абсолютно». Фактически, если вы хотите действительно описать расстояние, то нельзя просто указать число, например, 5 от вас. Вы должны сказать, чем именно вы измеряете расстояние, и какому количеству этих мер равно расстояние. Это довольно тонкий концепт, и он очень важен, если вас интересует метрология, наука об измерениях и единицах измерения. Но так как она не играет большой роли в специальной относительности, с данного момента я буду немного небрежным, и буду считать, что каждый раз, когда мы говорим о расстояниях, мы говорим о них не как о числах, а в терминах какого-то эталонного расстояния, как метры или коты, и так далее. И то же самое касается и времени. Когда мы будем говорить об отрезках времени, мы будем считать, что этот отрезок в терминах какого-то эталонного времени, например, в секундах. Это приводит нас к движению объектов во времени. Чтобы описать движущийся объект, чаще всего используют горизонтальную ось для горизонтальной позиции x, но вместо того, чтобы использовать вертикальную ось для обозначения высоты y, мы будем использовать ее, чтобы обозначать время t. Таким образом, для чего-то недвижущегося, что остается на позиции x, во время t равно 0, t равно 1, t равно 2, мы рисуем прямую вертикальную линию через x. Для чего-то движущегося со скоростью 1 метр в секунду направо, мы нарисуем линию, движущуюся 1 метр вправо за каждую проходящую секунду. Важно заметить, что мы не говорим, что объект движется по двумерному пространству, под углом 45 градусов. Объект движется исключительно по одномерному пространству, по оси x, и мы просто показываем эти одномерные позиции по мере течения времени. Обозначение времени на вертикальной оси может быть немного странным, так как, скорее всего, вы встречали время, обозначенным на горизонтальной оси, но у вертикального времени есть свои плюсы, и сейчас оно считается конвенциональным, так что стоит привыкать. Мне нравится думать о каждой горизонтальной линии, как о разных кадрах определенной сцены. Конечно, мы можем показывать кадры один за другим по мере течения времени, но удобно видеть все кадры одновременно. Так что, если мы покажем все кадры на поочередной вертикальной позиции, мы получим красивую общую картину движения во времени на одном единственном статическом изображении. Этот геометрический способ отображения движения называют пространственно-временной диаграммой, и она настолько важна для интуитивного понимания относительности, что стоит привести еще несколько примеров. Предположим, что у нас есть кот, прикрепленный к пружине, прыгающий взад-вперед. Если мы поместим это движение на пространственно-временную диаграмму, по мере течения времени мы увидим движение кота взад-вперед, оставляющее за собой след в виде синусоиды. Если же у нас есть пространственно-временная диаграмма, и мы хотим восстановить движение кота, то нам всего лишь надо двигать ее вниз с определенной скоростью и перемещать кота взад-вперед, чтобы он следовал проложенному пути. Это важно! Проложенный путь на пространственно-временной диаграмме – это точная запись движения объекта. И эти пути называют мировыми линиями, наверное, потому, что они показывают, куда в мире делся объект. Хотя, под миром чаще всего мы понимаем Солнечную систему или Вселенную. Любая точка на мировой линии имеет координаты t и x, которые мы записываем вместе, и получаем, где находился объект в момент t. До сих пор мы представляли только одномерное движение на наших пространственно-временных диаграммах. Всего одно пространственное направление, по которому движется объект, и время на вертикальной оси. Если мы хотим использовать диаграмму, чтобы представить движение в двух измерениях, как Луну, вращающуюся вокруг Земли, нам нужны три измерения. Два горизонтальных направления, по которым будет двигаться Земля с Луной, и вертикальное измерение, которое будет записывать кадры по мере течения времени. Довольно круто! Но если у нас есть множество частиц, которые движутся по сложным траекториям, это может стать очень запутанным на двумерном экране. И физически невозможно сделать полную пространственно-временную диаграмму для трехмерного движения, потому что вам бы понадобилось четыре пространственные измерения, чтобы сделать это. Три горизонтальных для движения и вертикальные для времени, что, конечно, невозможно в нашей Вселенной с ее жалкими тремя пространственными измерениями. Поэтому физики обычно лимитируют свои пространственно-временные диаграммы до одного или двух пространственных измерений и времени на вертикальной оси. Итак, как же относительность работает с диаграммами пространства-времени? То есть, сейчас, когда мы знаем, как описать движение геометрически, как изменение перспективы влияет на это описание. Давайте для примера возьмем меня, стоящего на точке Х, равно нулю, и кота, движущегося со скоростью 1 метр в секунду вправо от меня, начиная со времени, Т равно нулю. Вас не должно удивить, что когда вы передвигаете ось Х влево или вправо, мои с котом позиции в каждый определенный момент времени изменяются, но дистанции между нами нет. Во время Т равно нулю, мы все еще на расстоянии 0 метров. В момент Т равно 2, мы на расстоянии 2 метров и так далее. Таким образом, вы можете двигать ось Х туда и обратно, сколько угодно, и пространственное расстояние не изменится. Таким же образом, двигая временную ось вверх и вниз, абсолютные моменты времени, например, момент, когда кот начал отдаляться от меня, изменяются, но интервалы времени не меняются. Коту все еще нужны 2 секунды, чтобы отойти от меня на 2 метра. Так что вы можете передвигать ось Т вниз и вверх, и дистанции во времени останутся неизменными. Но если у нас есть двухмерное движение, тогда изменение ориентации двух пространственных осей тоже не меняет расстояние между объектами в определенные моменты времени. Фактически, вы можете перемещать оси Х и У как угодно. Таким образом, относительность, которую мы применяли к исключительно пространственным диаграммам, неплохо подходит и для пространственно-временной диаграммы. Резюмируя основные идеи, скажем, что относительность – это понимание того, как изменения перспективы влияют или не влияют на движение. Мы можем описать движение по времени геометрически, используя диаграммы пространства-времени. И эти диаграммы могут помочь нам увидеть, как изменения перспективы влияют на то, как выглядит движение объектов, как изменение вашей позиции и ориентации в пространстве соответствует передвижению осей и жесткой переориентации пространственных осей. И все это не изменяет расстояние между объектами в определенный момент, а также не изменяет временное расстояние между двумя точками в определенных местах в пространстве. Но вся эта относительность статична. Я имею в виду, что мы еще не говорили о том, как выглядит движение с движущейся точки отсчета. Именно это и является ключом к специальной теории относительности и станет темой следующего видео.